Девочки, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Ринка Мискик. Я очень рада вас здесь видеть. Сегодня у меня созрело видео. Я хочу с вами сегодня поговорить на покупке бюджетной декоративной косметики. Если вам интересно узнать, что я купила, конечно же, продолжайте смотреть данное видео. Хочу сразу же сказать о том, что это не супер бюджетный за 3 копейки средство, но это и не сегмент люкс. То есть это в принципе та косметика, которую может себе позволить абсолютно любая девушка. Сегодня у меня будет обзор косметики в большей степени марки Catrice. И начну я свой рассказ о покупках косметики. Это будет вот такой вот тональный крем. Он называется у нас Made to Stay Make Up 24 часа, содержащий антиоксиданты. Ну действительно, да, такое очень многообещающее у него название. Могу сказать то, что сам производитель нам пишет, что это водостойкая тональная основа, обеспечивает плотное матовое покрытие без эффекта маски. Что по факту я увидела, когда я его наносила. У меня, кстати, оттенок 0,15, Light Vanilla Beige. Могу сказать одно. То, что данный крем, тональный крем при нанесении на кожу, он такой, знаете, действительно плотный. Он маслянистый. Ему нужно дать, чтобы он уселся на вашу кожу. Для меня он сейчас светловатый оказался, но потестировать я успела его в тот момент, когда я его купила. Он действительно очень плотный. Он замаскирует, мне кажется, все какие-то несовершенно покраснения, высыпания. Он их скроет. Но если у вас сухая кожа, мне кажется, он сможет подчеркнуть ваше шелушение. И если у вас расширенные поры, тогда наносите его лучше на праймер, для того, чтобы скрыть все ваши поры. Потому что с первого слоя, к примеру, он все поры все-таки подчеркивает, и их видно. На самом деле водостойкая тональная основа, которую сложновато смыть будет водой. Я ее, к примеру, смывала, пыталась смыть даже мицеллярной водой от гарнир, но у меня слабо получилось. И я ее смывала потом дальнейшим маслом. Могу сказать только одно, девчонки. Он мне напоминает вот эту тональную основу. Он мне чем-то даже напомнил замаску, консилер, камуфляж от Катрис, что-то близкое к этому. Но, в принципе, могу сказать, по большому счету, если вы неприхотливы, и у вас ограниченный бюджет, и вам нужно какое-то супер тональное стойкое основа, и вы хотите, чтобы действительно в жару, и вы хотите поплавать, либо вам вот нужен факт того, чтобы это было водостойкое, смело могу вам посоветовать данное средство. Действительное матовое покрытие. Еще раз говорю, когда вы наносите, кажется оно маслянистым таким каким-то, но распределяется абсолютно матовое, такая стойкая, и кожа, знаете, такая бархатистая, какая-то такая вот гладенькая вся. Очень красиво смотрится, конечно. Тональную основу можно наслаивать, это безусловный плюс. Наносила я ее пальчиками. Не знаю, как она будет при нанесении кистью либо спонжем, но пальчиками нужно очень-очень быстро ее наносить, потому что достаточно быстро схватывается. Как-то вот так вот, девчонки. Сама упаковка, она помпа, дозаторы, крышечка достаточно такие хиленькие, но что сказать о тональной основе, которая стоит 400 с небольшим рублей. Так что здесь ее 30 миллилитров, упаковка сделана, матовое стекло. По большому счету очень даже красиво смотрится такая вот упаковочка. Неплохо смотрится на туалетном столике. В принципе, такое бюджетное тональное средство, но неплохое могу сказать. Оно как-то вот так вот. Следующее, что я вам хочу показать, это будет палетка теней. Для меня это вообще не характерна покупка теней, но приходит иногда время, когда хочется что-то пробовать, экспериментировать. И я решила попробовать учиться пользоваться именно тенями в макияже. И очень много я слушала, смотрела отзывов, и из бюджетного все почему-то рекомендуют именно марку Катреси. И я решила попробовать. Сейчас я вам показываю палетку, которая называется Absolute Rose. Она состоит из шести цветов. Они такие очень-очень красивые. На самом деле очень красивые цвета. Мне кажется, девушкам с похожим цветотипом, как у меня, такие цвета очень хорошо будут смотреться на ежедневные макияжи. Такие они будут абсолютно нюдовые, нежные, романтичные, хорошие неброские цвета. Вот этим цветом, мне кажется, очень красиво можно выделять линию роста ресничек, либо, может быть, оттенять уголочки. Ну, я еще буду учиться, потом в дальнейшем, может быть, вам расскажу, как этим можно пользоваться более подробно. Для человека, который не пользуется тенями, для него это абсолютно новый какой-то продукт, могу сказать, вот эта вот кисточка, которая идет здесь в комплекте, она здесь абсолютно бесполезна, и ей нанести вообще продукт невозможно. Сама упаковка, ну, очень хиленькая. Она такая, знаете, какая-то вот, ну, дешевенькая, хиленькая. Она вся вот у меня уже исцарапана, если будет видно. Если пользоваться ей, мне кажется, постоянно, каждый день, в конце концов, она просто разломается. Сами же те, не могу вам сказать, они не суперпигментированные. У меня тут тональная основа, но сейчас попытаюсь вам это продемонстрировать. Тут присутствует, я вам забыла сказать, то, что присутствуют три таких шиммерных оттенка, сатиновых даже могу сказать, и абсолютно матовых. Покажу вам сейчас, как будут выглядеть матовые оттенки. Как вы видите, да, то есть абсолютно такой вот, вот этот такой талповый цвет. В принципе, ну, они такие, знаете, какие-то меловые, мне кажется. Они пылят при нанесении, они собираются в такие какие-то комочки. Но, в принципе, растушевать, если вы можете наносить макияж, и вы любите постараться нанести макияж, и не можно. Что касаемо, к примеру, вот этих вот сатиновых цветов, могу вам показать, то есть их пигментация вот, и покажу вам вот так, вот, девочки. Поближе. Сами видите, какая пигментация у них. Такая достаточно средничковая. Но, если вы так же, как и я, учитесь пользоваться тенями, да, наделать макияж, в принципе, поучиться ими можно. Для того, чтобы учиться растушевывать, наслаивать, как-то пытаться что-то с ними сделать, в принципе, поучиться можно, я могу сказать. Цена у них, у этих тенюшек была около 400 рублей. Я, по-моему, купила за 350 рублей эту палеточку. Неплохая такая палетка, но не вау-эффект, конечно. Что-то такое супер особенного в ней я не вижу, но цена и то, что можно поучиться побаловаться данными тенями, поучиться поискать себя, как лучше сделать макияж, конечно же, можно попробовать. Мне кажется, это вот для школьниц самый тот вариант, когда и нельзя сильный макияж делать, и очень сильно хочется. Это вот, мне кажется, самый тот момент. Следующую палетку, которую я вам хочу сегодня показать, это тоже будет палетка теней от Catrice. И эта палетка, она меня просто с ума свела. Действительно, девчонки, вообще брать я ее не хотела. Но здесь у нас идет 9 высокопигментированных, стойких, медных оттенков теней, включая темный матовый для контурирования. Но я что-то темного матового для контурирования особо-то и не заметила. Но не стоит. В общем, это вот такая вот палеточка обалденных цветов. Сейчас я вам покажу просто в одно касание цвета, самый светлый покажу. И, к примеру, вот такой вот, девочки, в одно касание. Вы видите, вот они. Вы видите, это с ума сойти, просто. Я даже не знаю, как так. Подождите. Я сейчас, наверное, вот так вот сделаю. Вот так вот. И вот так вот. Блин. Как делают сводчи? Так, я вам сейчас попытаюсь показать на самом светлом, на таком хайлайтере, в одно прикосновение, девочки. Вы видите? Это как вообще? Это просто. Это сумасшедшая, бомбезная. Это пигментация просто. Я не знаю. За палетку, которая стоит 400 рублей, девчонки, такая сумасшедшая пигментация, это говорит о многом. То есть, если вы ищете какие-то суперпигментированные стойкие тени, которые минимально осыпаются, девочки, и у вас ограниченный бюджет, серьезно, я могу смело вам порекомендовать эту палетку Катрис. Хотя я, конечно, не суперспециалист, меня особо слушать, мне кажется, в рекомендациях достаточно в этой структуре будет тяжело. Но для человека, который только знакомится с тенями, я могу сказать то, что я сделала себе, постаралась макияж данными тенями, и я обалдела, девочки, буквально два раза кисточкой нанесла, и все, опля, готово, и оно стойкое, и оно красиво смотрится, оно не осыпается. Я проходила с таким макияжем где-то весь вечер, никуда не западает, ни в какие складочки. Я была очень действительно удивлена. Вот этот хайлайтер я сегодня попыталась нанести себе и на скулы. Немножечко мне хотелось сделать сами, видите, какой эффект получился. То есть очень даже неплохой такой хайлайтер. Я его даже попыталась нанести себе на переносицу. Ну, думаю, будет вам как-то, вы увидите. Но очень неплохо смотрится то, что универсальная палетка, это все сатиновые цвета. Очень красиво смотрится. Если вы в поисках, еще раз говорю, какой-то хороших пигментированных медных теней, в медных оттенках, присмотритесь. Катрис, я думаю, то, что вы останетесь неравнодушны. Кстати, производство данной палетки написано «Made Italia», «Made in Italia». Я могу сказать, что Италию я нежно люблю их производство, и поэтому, наверное, и палетка, собственно говоря, такая классная у них получилась. Сама же упаковка тоже достаточно хиленькая, такая хлюпенькая, вся она уже поцарапанная, хотя я вот только купила. Ну, такое, знаете, как бы упаковочка, да, не очень хорошая, это вам не люкс, не замечательный пластик, это такой прям вот бюджетный-бюджетный упаковка, так скажем. Так что как-то вот так вот. Крайний продукт, который я вам хочу сегодня показать, что-то я прям сижу практически перед вами раздетая, надо присесть как-то вот так. Крайняя палетка, которую я вам хочу сегодня показать, это Maybelline Master Kama. Это у нас палетка консилеров для макияжа лица. На самом деле, палетка не бюджетная, девочки. Ну, может быть бюджетная, я не знаю, как называть, сна в магазине, ее была 1200. Решайте сами, бюджетная это или нет на сегодняшний день. Но так как у меня просто проблема проблем, это мой красный нос. У меня всегда вот эти вот пазухи носа красные, и у меня периодически бывают какие-то высыпания. И в общем, господи, не без дефекта, что называется, как говорится. И в общем, мне очень нужен был вот такой вот зеленый цвет консилера, корректора, для того, чтобы убирать эту красную, потому что я уже просто не могла. Меня дико раздражало. Когда я была, собственно говоря, возле корнера Catrice, я у них там видела, тоже продаются такие вот шайбочки с зеленым цветом, но они такие какие-то пластилиновые, жуткие. Когда я подошла к корнеру Maybelline, когда я тестила вот этот вот зеленый оттенок, я была, девочки, настолько удивлена, насколько он нежный, насколько он мягкий, насколько он замечательно распределяется. Он такой гелевый, он скрывает поры, он убирает красноту, чуть-чуть высветляет. То есть просто сумасшедший классный зеленый оттенок. И я решила, что дорого, но быть этой палетке у меня в косметичке. Собственно говоря, что здесь еще есть в этой палетке? У них есть здесь даже хайлайтер вот этот вот, который у них сейчас представлен в карандашиках таких вот, знаете, он есть такой розовое золото и, по-моему, какой-то желтый, светленький, жемчужный. Так вот, здесь представлен вот этот вот хайлайтер. Он дает действительно обалденный влажный эффект на коже, эффект стробинга. Если будет видно, он здесь абсолютно деликатное такое будет свечение с ним. Очень, кстати, мне приглянулся тайный люминайзер, хайлайтер, как его можно назвать. И у меня сейчас ручки чешутся купить себе этот карандашик. Но так как у меня сейчас есть он в палеточке, в общем, я себя буду сейчас сдерживать. Остальные оттенки я еще сильно не пробовала. Но вот этот вот зеленый, я от него осталась в восторге, девчонки. Просто, конечно, это да. Сейчас пройдусь по упаковке. Во-первых, упаковка очень хиленькая. Она абсолютно, мне кажется, такого же качества, как и у косметики Катрис. Она вся какая-то уже поцарапанная, хотя палетка абсолютно новая. Здесь за эту стоимость нет никакого зеркала, девочки. За 1200 вы здесь не увидите зеркало. Его, к сожалению, здесь нет. Также не было инструкции, как пользоваться данным продуктом. Куда его и как правильно наносить. То есть этого у меня не было. Может быть, продавец в магазине просто забыл приложить сюда, и оно есть в наличии на самом деле. Но мне, собственно говоря, оно не досталось. Я потом просто повторно пошла в магазин и попросила у девчонок, есть ли у них инструкция, как наносить вот эту палетку консилеров. Они мне, конечно же, дали ее, сказали, хорошо, берите, наде, возьмите. И оно у меня появилось. И вот так вот. Есть здесь также вот такая вот кисточка, которая абсолютно бесполезная. Ей невозможно ничего нанести. Я пыталась, я пыталась любой оттенок попробовать нанести, передать. Если будет видно, девочки, всю палетку я истыкала. Но ничего, девочки, не получилось у меня этой кисточкой нанести. Поэтому я беру свою кисточку и наношу ими. Или чистыми пальчиками просто можно распределить. На самом деле, если вы хотите, у вас тут такая же проблема каких-то покраснений, то я могу смело вам посоветовать такую вот палеточку. Потому что ее можно универсально наносить, если вы пользуетесь такими оттенками для высветления, затемнения, чего-то. Еще, я думаю, в принципе, можно посмотреть. Единственное, могу сказать то, что на сухой коже, я, Гришу, забыла вам сказать, что я пробовала вот этот вот оттенок. И вот этот вот оттенок я наносила на лицо, попыталась высветлить. Могу сказать то, что шелушения, которых даже нет, он подчеркивает, каким-то чудным образом он подсушивает кожу. Даже не говоря уже о зоне под глазами. Я нанесла себе под глаза, решила, то есть, как бы попытаться высветлить, убрать какие-то синечки у себя неровности. У меня, девочки, ничего не получилось. Я пошла умываться, потому что, ну, жутко сушит кожу. Просто, вы знаете, такое вот печеное яблоко, хотя там совершенно такого даже нет. И оно образуется, подсушивает как-то, ну, некрасиво, нехорошо. Если у вас жирная кожа, в принципе, можете потестить, попробовать в магазине. Но вот что касаемо вот этого оттенка по назначению, он мне просто подошел идеально, я осталась довольна. Конечно же, я еще эту палетку потестию и попробую снять для вас отдельный обзор видео, что касаемо каждого цвета и показать вам наглядно, как они наносятся на лицо. Я обещаю, постараюсь сделать такое видео. А сейчас, на сегодняшний день, девочки, это все, что я хотела вам сказать. Конечно же, если вам понравилось данное видео, поддержите меня пальчиком вверх. Если вы зашли ко мне впервые и вам было со мной интересно, подписывайтесь на мой канал. Я всегда рада новым друзьям. Конечно же, подписывайтесь на мой инстаграм, там я тоже вас всегда рада видеть. Если вы на меня подписаны и вам по какой-то причине не приходят уведомления, кликайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе событий того, что происходит на моем канале. Я вас всех люблю, целую, берегите себя и своих близких. Желаю вам хороших и выгодных покупок, радуйтесь каждому дню. Сейчас лето, отдыхайте. Всего вам самого хорошего, люблю, целую, увидимся в скором будущем в новом видео. С вами была ваша Ира. Всем пока-пока!